Печальные последствия благоустройства наблюдают жители Хвалынска, дома которых стоят на Маркиной горе. В прошлом году здесь реализовывали проект «Улица художника», который должен был сделать настоящей изюминкой улицу Петрова-Воткина. Но мечты разбились, и реальность Маркина гора стала позором курортного города, а заложниками ситуации стали жители. Стройка началась в первых числах июня. Тут прям резко начали выкорчевывать деревья. Они раскопали этот котлован, чтобы стенку сделать. Это было 4 июня раскопали. Когда пошли дожди, все поехало, я начала уже ругаться. Решетников от меня убегал, вообще со мной не разговаривал. Соседей нет, меня никто не поддерживает. Вот смотрите, крыша у него уже сложилась, сарай на меня уже упадает все это. Я не знаю, ничего не могу доказать. Платформетр земли убрали они от гаража, и вот пошел гараж. У людей, вы видели, там тронули, пошел дом трескается, кирпичный дом. На протяжении всего прошлого лета подрядчик не устанавливал подпорную стену, из-за чего грунт пошел вниз, потянув за собой строение. Жители надеялись, что после бетонирования объекта сползание горы прекратится. Но не тут-то было. Когда снег сошел, все поехало. Плитку поменяли в апреле, потом в мае поменяли. И она сейчас едет, и она опять поехала. Вот я вам сейчас покажу. Они там землю засыпали. Отходит бетон. Она наклоняется, бетон отходит. Вот поменяли плитку. А она опять наклонилась, видите, она идет в наклон неровная. Она опять будет уходить, уходить вместе с этой стеной. Сам проект тоже совершенно не радует жителей. Качество работ не выдерживает никакой критики. Бетонные сливы и подпорки как будто лепили руками маленькие дети. Настолько все криво сделано. Пластиковая отделка отлетает от малейшего прикосновения. Лавочки для инвалидов приделаны саморезами к плитке, а потому отваливаются. Все криво-косо и не очень безопасно, учитывая, что это смотровая площадка на горе. Поставили перилы, если вы обратили внимание, где опасный спуск, там нет перил, и там опасный спуск, там тоже нет перил. Распитые бутылки после посиделок, разгульных компаний стали настоящей головной болью местных жителей. Иногда им самим приходится убирать стекла, иногда коммунальные работники приходят на помощь. Но больше всего людей беспокоят другие последствия пьянок. Вечерами здесь собирается молодежь, в туалет, конечно, вот сюда ходят, к дому, к моему. Здесь, понимаете, здесь, ну, хотя бы бью туалет поставьте. На проект благоустройства улицы художника было потрачено более 50 миллионов рублей. Несколько раз менялись подрядчики, сроки не выдерживались. Завершилось создание изюминки города в этом году после скандалов с фирмой-исполнителем. Срок гарантии на выполненные работы еще не закончился. Но простым устранением неполадок здесь уже не обойтись. В начале весны обещал наш мэр, что он здесь все забетонирует, насыпет, укрепит. Но ничего, он только пообещал и все. Он ничего не сделал. Будет ли кто-то реагировать на жалобы жителей? Большой вопрос. Продолжение следует...